Ян, подскажи, тебе летом нужна горячая вода? Ну, конечно, нужна. Мне она нужна в любое время года. А вот коммунальные службы уверены, что летом горячая вода людям не особенно-то и нужна. Поэтому норовят выключить ее на долгое время в связи с ремонтными работами или по иной причине. Если не хочется греть воду в кастрюльке, чтобы искупаться, то стоит задуматься о покупке бойлера. Не обойтись без бойлера и тем, кто не подключен к горячей воде. А вот по каким критериям их выбирают, например, разнообразие бойлеров приличное, но часто именно широкий ассортимент и вводит человека в ступор. Именно поэтому предлагаем нам и нашим зрителям узнать, как правильно выбрать водонагреватель и как учесть все нюансы. Смотрим. Древняя караганинская пословица гласит «Готовь водонагреватель зимой». При ежегодных отключениях горячей воды без этого прибора не прожить. Мы решили разобраться, как выбрать качественный нагреватель и не ошибиться в параметрах. Разновидностей водонагревателей существует не так много. В основном при покупке бойлера рассматривают два варианта – накопительный или проточный. Первые, в свою очередь, делятся еще на два подвида – круглые и плоские. По мощности идут, любой круглый титан идет до 1,5 кВт. Если рассматривать плоский титан, то там идут до 2 или либо же до 2,5 кВт. Чтобы помыться, одному человеку хватает около 20 литров титана. На кухню берут до 30 литров титана. Если ставить, допустим, вы хотите поставить в ванну, ставят от 50 и до 100 литров обычно ставят в квартиру. Выбор водонагревателей представлен разным объемом – от 10 до 150 литров. В свою очередь, мощность бойлера повлияет на два самых важных показателя – как быстро нагреется вода и сколько потом придется заплатить за электроэнергию. Не менее важно обратить внимание и на покрытие бака, говорит специалист. Покрытие бака водонагревателя может быть биотеку фарфор, эмалированный и нержавеющая сталь. Самые ходовые водонагреватели идут из нержавеющей стали. Остальные два вида дороже в эксплуатации, потому что их покрытие бака более подвержено износу, нежели нержавеющая сталь. Еще одна разновидность – проточные водонагреватели. В отличие от накопительных, они сразу подогревают струю воды и занимают меньше места. Однако есть у проточных водогреек и свои минусы. Также из второго видов нагревателя – это проточные водонагреватели, которые ставятся в основном на кухню. Их главное отличие от такого нагревателя – то, что там идет моментальный нагрев воды, сразу идет у вас горячая вода. Но у него будет большой расход электроэнергии. В отличие от накопительного титана, разница в киловаттах будет около 3 киловатт. Специалисты отмечают, что использовать проточный водонагреватель в доме со старой проводкой нежелательно. Напряжение на сеть может быть слишком большим, что приведет к поломке. Таким образом, нагреватели следует выбирать исходя из потребностей и необходимых показателей мощности и объема.